София создаёт гобелены почти три года и уже строит серьёзные планы. Этот гобелен, он очень увлекательный, и я сюда прихожу, чтобы их закончить и потом на какую-нибудь, может быть, выставку выставить. Гобелен – древнее искусство. Во Дворце творчества детей и молодёжи на занятиях знакомят с его историей и, конечно же, делятся секретами мастерства. Научиться не тяжело, но необходимо иметь какую-то определённую усидчивость, терпение, бешеный интерес просто к этому искусству, потому что всё-таки работа кропотливая, работа руками и требует максимальной концентрации внимания. На занятии с ребёнком разрабатывается индивидуальный эскиз гобелена, поэтому работа каждого уникальна. Я только начала делать, и это моя первая работа. Надо через одну, вот, одну пропускаешь, и вторую поднимаешь, и через низ её втягиваешь потом. Мне очень нравится это делать, и гобелем – это очень интересно. Для занятий таким видом декоративного искусства нет ограничений по возрасту. Главное – обладать усидчивостью и спокойствием. Чтобы гобелен получился, важно строго соблюдать техники и правила его плетения. Мы используем расчёску для того, чтобы уплотнять полотно, для того, чтобы наши нитки потом никуда не разъехались, не уехали, ничего не исказилось. Это должно быть плотное, однородное плетение. Ксения признаётся, что самое сложное в плетении гобелена – начать работу. В остальном – весь процесс в удовольствие. Я занимаюсь здесь уже, наверное, почти три года. Этот гобелен я где-то год назад начала делать, потому что он большой такой. Ну, здесь вот такие вот зелёно-синие из перехода в пиолетовые цвета. Это, по идее, должно быть что-то на зимнюю тему или переход погоды, переход времени года. Я здесь использовала несколько, если это можно назвать техник, здесь обычное плетение, здесь косички шерсти. После того, как работа будет закончена, Ксения попробует себя на республиканском конкурсе. Она самостоятельно придумывала эскиз гобелена и подбирала для него цвета. Полностью композиция сделана самим ребёнком. Я стараюсь на своих занятиях научить детей проходить вот этот путь художника от разработки собственных эскизов до создания готового произведения. И желательно, конечно же, чтобы моего участия там было как можно меньше. Правильный подход преподавателя играет в обучение такую же важную роль, как и личное желание ребёнка научиться. Когда есть две эти составляющие, хороший результат не заставит себя долго ждать. Покажу вам ещё, можно сказать, наше такое творческое глобальное достижение. Эта работа была сделана для республиканского конкурса исследовательских проектов. В этом конкурсе мы с Ксюшей участвовали, можно сказать, первый раз. Я как педагог участвовала впервые, а Ксюша как ученик участвовала впервые. Мы нашли исторические сведения, что в Гродно раньше существовала мануфактура гобеленов. Мы решили исследовать эту тему и найти какие-то образцы. В музее Городницы мы нашли один такой диван, взяли его фрагмент и воспроизвели копию фрагмента этого дивана. На занятиях дети изучают как классическое гобеленовое ткачество, так и новые техники. С эскизами всегда можно поэкспериментировать, воплощая все свои творческие задумки. Я занимаюсь гобеленом около двух лет и считаю, что это очень интересное и успокаивающее хобби, которое должно быть более популярным. Ведь очень интересно не просто рисовать, а задавать картину именно с помощью ниток. Я сама придумываю эскизы, сама нахожу нужные цвета, то, что мне нравится и делаю то, что мне правда интересно. Идеальная формула красивого гобелена – внимательность, терпение и искренняя заинтересованность творческим процессом. Созданное своими руками изделие определенно будет радовать и вдохновлять на другие достижения. Субтитры создавал DimaTorzok